Несмотря на то, что вагоны переставляются на узкую колею и потом отправляются в Румынию, это есть, скажем, увязка с румынскими железными дорогами. Если остановимся на те поезда, например, пассажирский поезд Кишни-Унгенеса, или Сокола, который был введен 30 числа прошлого месяца, то есть был первый поезд, то, конечно, это один из тех этапов, из тех идей, которые возникли еще в 2011 году, и, к сожалению, удалось реализовать их только сейчас. И сейчас, если посмотреть на работу Унгенского узла, то по широкой колее мы едем до пограничной станции в Румынии, где забираем вагоны на широкой колее, и наоборот, румынский локомотив привозит вагоны на узкой колее на территорию станции Унгена. Конечно, то, что говорил наш министр, скорее всего, он не ввел в виду тот проект, который он рассматривался еще в 2007 году по строительству европейской колеи до Кишинева. Тогда была начата работа по разработке технико-экономического обоснования, но так оно не было доведено до конца. Конечно, предполагалось, чтобы строить рядом с широкой колеей узкую колею, которая была бы построена до станции Кишинева. Другой вопрос, что связывает сейчас, это будет более плотная связь, поскольку в дальнейшем рассматривается, чтобы от станции Сокола, это, скажем так, первая станция на окраине города, и ведутся переговоры с румынскими коллегами, и будем продлевать его еще до станции Вьясок, поскольку сейчас с этой станции Сокола забирают пассажиров рейсовые автобусы, которые разводят по городу и привозят их обратно. Конечно, здесь есть на чем работать, есть реальные шансы, есть желание, только надо все эти проекты, все эти идеи довести до конца.